МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Григорий Распута. Развратник, бабник и пьяница. Шарлатан, фокусник, шизофреник и даже дьявол во плоти. Мужик из глухой сибирской деревни, который был вхож в императорскую семью. Агент немецкой разведки, под видом целителя, внедрённый в высшее петербургское общество, чтобы развалить нашу страну. Любовник императрицы, серый кардинал. Всё это Григорий Распутин. Таким он вошёл в историю нашей страны. Зловещим, мистическим и роковым. В июле 2010 года британская разведка Ми-6 рассекретила уникальные документы. Из них стало понятно. Убийство Распутина – тайная операция английских спецслужб. Но зачем британской разведке понадобилось убивать простого русского мужика, пьяницу и дебошира? Даже сегодня, спустя почти целый век, точного ответа на этот вопрос не существует. Так кем же на самом деле был Григорий Распутин? И какую именно роль он сыграл в истории нашей страны? 24 сентября 1912 года в окнах дома номер 10 на Даунинг-стрит, где находится резиденция британского премьер-министра, свет горел допоздна. Правая рука короля Великобритании Эдуарда VII, премьер Генри Асквитт, ждал секретную телеграмму. Из Петербурга ее должен было дослать резидент британской разведки. В телеграмме должна была содержаться лишь одна фраза – вступает ли Россия в войну против Османской империи или нет. Под утро телеграмма пришла. В ней было напечатано одно короткое слово – нет. Это означало, что император Российской империи Николай II в войну на Балканах решил не ввязываться. Для Николая II существовали разные точки зрения, и он находился на перекрестке влияния. Были те, кто был убежден, что Россия обязана поддерживать свое внешнеполитическое ренаме. Что если Россия не вступится за Сербию, если Сербия в итоге будет оккупирована, или, по крайней мере, будет унижена, то это будет дальнейший удар по позиции России, и Россия может распрощаться с ролью великой мировой державы. Через несколько дней на стол премьер-министра Великобритании Генри Асквита ляжет еще одна секретная телеграмма из Санкт-Петербурга. Резидент Освальд Рейнер сообщит, решение не участвовать в войне Николай II принял не сам. Оставаться в стороне от этого конфликта ему посоветовал Григорий Распутин. Он в прямом смысле этого слова на коленях умолял императора отказаться от намерения начать войну. Он всячески убеждал, что ввязывание в мировую войну влечет за собой крах России, как, опять же, великой мировой державы. И прежде всего, крах монархии. Причем независимо от того, как в итоге война закончится, победой или поражением. Романову придется распрощаться с престолом. Он, в общем, расписывал ситуацию, которая, собственно говоря, и будет иметь место в 17-18-м годах. Отказ России от участия в Балканской войне стал для Лондона настоящим ударом. Ведь на Даунинг-стрит рассчитывали в очередной раз стравить Санкт-Петербург со Стамбулом. Многие историки утверждают, именно тогда в подразделении британской разведки Ми-6 созрел план ликвидировать Григория Распутина. Ведь он мешал столкнуть лбами российского императора Николая II с турецким султаном Мехмедом VI. Спустя два года после неудавшихся планов британского кабинета министров травить Россию в большую войну, в июне 1914 года Григорий Распутин приезжает в Сибирь. В свое родное село Покровское. На следующий день в дверь дома Распутина постучали. На пороге стояла странная женщина, просившая милости. Пока Григорий Распутин искал в дырявых карманах мелочь, она резким движением выхватила из-за пазухи нож и вонзила в него. Он упал, он потерял много крови, он, скорее всего, потерял сознание, и многие считали, что он умер. На самом деле это была рана, и в скором времени Распутин пошел на поправку. Женщину, совершившую покушение на Распутина, задержат практически сразу же. Ее догонят прохожие, ставшие свидетелями случившегося. Выяснится, что преступница – 30-летняя Хеония Гусева из Царицына. Душевно больная, сбежавшая из психиатрической глины. Она так и войдет в историю нашей страны, как сумасшедшая, которая пыталась зарезать Распутина. Распутин сначала в то лето 14-го года был в Крыму, где отдыхал государь обыкновенной семьей, а потом из Крыма он поехал, значит, к себе в Покровское, то есть это в районе Тюмени. И вот она следовала за ним с этим кинжалом через всю Россию, и все искала-искала удобного момента для того, чтобы покушение совершить. Хеонию Гусеву будут судить, но в тюрьму не посадят. Душевно больную поместят в психиатрическую лечебницу города Томска. Там она проведет почти 5 лет и выйдет сразу же после того, как Николай II отречется от престола. Уголовное дело о покушении на Распутина в спешке закроют, а Хеония Гусева просто исчезнет. Сегодня, спустя почти 100 лет со дня того покушения, у историков появился ответ на вопрос, кем же на самом деле была душевно больная. Они утверждают, миф о ее психических отклонениях был придуман потом, чтобы скрыть, что она являлась агентом британских спецслужб. Но вербовали ее, как ни странно, жандармы царской охранки, которые работали под влиянием британского лобби окружения императора Николая II. Если верить рассекреченным документам британской разведки Ми-6, то Хеония Гусева вполне могла быть завербованным британским агентом. Ведь ровно за несколько месяцев до покушения на Распутина сотрудники спецслужб Великобритании зачем-то дважды приезжали в царицах, в город, где и жила якобы сумасшедшая. Но самое невероятное даже не это. Ровно через неделю после неудачного покушения на Распутина в Сербии произойдет провокация, после которой вспыхнет Первая мировая война. 28 июня 2014 года 19-летний боснийский студент выстрелит в наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердеранда. Австро-Венгрия в союзе с Германией тут же объявит войну Сербии. В противовес этой коалиции появится военный союз Антанту. В него войдут Франция, Англия и Россия. 30 июля Николай II подпишет указ. В стране начнется всеобщая мобилизация. Покуда Распутин болел, шли приготовления к вступлению России в Первую мировую войну. И известно, что Распутин написал из больницы, вы отвезли в Тюмень, письмо императору о том, что Россия не должна вступать в Первую мировую войну. Вот это письмо – факт. Оно действительно существует. Оно находится в Ельском университете. Оно написано его рукой. Это подлинник, в котором не сомневается ни один историк. Спустя неделю после покушения Хионии Гусевой, Григорий Распутин, находясь почти при смерти, просит отправить в Зимний дворец телеграмму. В ней он умоляет императрицу предостеречь Николая II от участия в кровопролитной войне. А в качестве главного аргумента Распутин уверяет. Находясь между жизнью и смертью, он видел ужасное знамение. Если Россия вступит в войну, то спустя пару лет страна просто погибнет. Сообщая все это императрице, Распутин еще не знал. Первая мировая уже началась. По Европе маршируют солдаты. Никто не ожидал долгой войны. У всех было убеждение в августе месяце, что это будет война до первого листопада. И что уже осенью одна из сторон подпишет капитуляцию. Но все были убеждены, что Германия. Поскольку она не может справиться с великими державами Европы, такие как Россия, Англия, Франция. Позже историки признают, решение Николая Второго вступить в Первую мировую войну действительно стало для Российской империи роковым. Почти сразу после начала боевых действий выяснилось, русская армия к этой войне не готова. Весь запас снарядов был полностью израсходован за первые же 4 месяца войны. Для его восстановления требовался как минимум год. Российские заводы и фабрики с такими объемами не справлялись. На предприятиях был введен чрезвычайный режим. В стране стала ощущаться острая нехватка продуктов и начались стачки. Именно в это время вновь стало нарастать рабочее движение, подавленное во время революции 1905 года. Но отступать было поздно. Россия вступила в войну и прочно завязла в европейском конфликте. Революция была уже практически неизбежна. Эта кинопленка – единственная сохранившаяся запись, на которой запечатлена старшая дочь Григория Распутина – Матрёна. Сейчас вы видите, как Матрёна Распутина выступает в американском цирке «Ринглин Братус». Матрёна была единственной из всей семьи Распутиных, кому удалось избежать расправы большевиков. В 1918 году, сразу после расстрела царской семьи, ей удалось чудом покинуть Россию и эмигрировать в Бухарест. Там она почти год зарабатывала на жизнь танцами в Кабаре. А потом переехала в Париж, где стала домработницей. Ей приходилось заниматься самым таким чёрным трудом. И то, что ей недоплачивали, и то, что делали французы, она работала не на русских, а на французов, они недоплачивали, но французы вообще всегда были прижимистые. За неё некому было постоять. В 1930 году Матрёна Распутина переехала из Франции в США и стала выступать в американском цирке. Всю свою жизнь Матрёна писала личные дневники и мемуары, но опубликовать их при жизни так и не решилась. В 1977 году Матрёна Распутина скончалась в Лос-Анджелесе в доме для престарелых. А через месяц на прилавке магазинов вышла вот эта книга. «Распутин. Почему?» Её автор – Мария Распутин. Так Матрёну называли на Западе. В этой книге, ставшей настоящим бестселлером, Матрёна Распутина рассказала, что её отец обладал уникальными сверхспособностями. Он мог не только исцелять людей от недугов, но и обладал уникальным даром предвидения. Именно благодаря этому дару Распутин точно предсказал гибель Российской империи, революцию, смуту и даже приход к власти большевиков. Расшифровывают его предсказания и говорят о том, что предсказал он очень много. И высадку человека на Луну, и ядерный взрыв, и образование СССР, и даже теракты в начале 21 века. Всю свою жизнь члены семьи Распутина тщательно открещивались от родства со своим скандальным предком. Ведь одно лишь упоминание его имени долгие годы приносило семье только несчастье. Потомков Распутина отказывались принимать на работу, а во время Второй мировой войны даже пытались обвинить в шпионаже в пользу СССР. Но самое удивительное, что Распутин и это предвидел. Он в точности предсказал всем членам своей семьи несчастливое будущее. Этот эпизод описывают все близкие родственники Распутина. Однажды Григорий собрал всех за столом, чтобы сообщить о том, что будет после его смерти. Своему сыну Дмитрию он заявил, что того вместе с матерью выгонят из дома. Так и случилось. Дмитрий после революции так же с матерью и остался. И в 1929 или в 1930 году их раскулачили и отправили из Сибири в Сибирь. То есть из Покровского еще дальше на север Сибири, где они погибли в лагерях в начале 30-х годов. Дочери Варваре Распутин предсказал, что она станет медсестрой и погибнет, заразившись в госпитале чахоткой. А Матрёне что-то не отречется от своей фамилии, но всю жизнь будет от этого страдать. Про судьбу Варвары очень долго ничего не было известно. Но вот последние самые документы, которые в Тюмени краеведы раскопали, говорят о том, что она, судя по всему, погибла... Не погибла, а именно умерла своей смертью в середине 20-х годов. А Матрёна с этой точки зрения действительно единственная, кто остался жив, прожил долгую жизнь. Она оказалась в Париже, и здесь её фамилия ей нисколько не помогала, потому что русская эмиграция... Все относились к Распутину резко отрицательно. Рассказы потомков о сверхъестественных способностях Распутина можно было бы принять за попытку его оправдать, если бы не одно «но». О том, что Распутин не только предсказывал, но мог даже возвращать умирающих к жизни, говорили многие его современники. 15 января 1915 года. Поезд, в котором ехала Фрейлина императрица Анна Грубова, потерпел крушение. Сама Фрейлина получила травмы, несовместимые с жизнью. Лучшие врачи Петербурга заявили, что она не проживёт и трёх дней. Но к умирающей приехал Григорий Распутин. Выгнав всех из больничной палаты, он долго возился с больной, что-то над ней приговаривая. А потом заявил, что она выживет, но станет калекой. Всё произошло именно так. Вопреки прогнозам врачей, сразу после визита Распутина, Фрейлина пошла на поправку. Но, как он и обещал, всю оставшуюся жизнь она хромала. У неё были раздроблены тазобедренные кости. Правда, это было ужасно. Она была просто разбита вся. И Распутин стоял над ней и сказал, Аннушка, открой глазки. И вот после этого она как бы вернулась из этого забытья, и открыла глаза, и к ней стало возвращаться сознание. Распутин сказал, что она выживет и вылечится, но хромота останется. Ну и, собственно говоря, при тех травмах, которые были, хромота не могла не остаться. Но это ещё не всё. В своих дневниках Фрейлина Анна Вырубова описывает, как ещё в марте 13-го года Григорий Распутин в точности описал блокаду Ленинграда, которая случится только в 1941 году. Более того, по её словам, в момент одного из своих видений Распутин якобы даже увидел взрывы ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаке. Но самое удивительное, в своих мемуарах Вырубова написала. Однажды Распутину было видение, как американцы высаживаются на Луне и устанавливают там свой флаг. Выдумать это Анна Вырубова не могла. Ведь она скончалась в 1964 году. Американская программа освоения Луны Аполлон тогда ещё даже не начиналась. О таких благословочных пророчествах, очень туманных, очень завуалированных, можно сказать, что они сродни пророчествам Нострадамуса, которые... то, что уже произошло... А мы говорим, да, он это предугадал. Но самым мистическим стало предсказание Распутиным собственной смерти. В декабре 1916 года он заявил своему помощнику, что умрёт до наступления Нового года. А через три месяца после этого рухнет царский трон. Предсказание сбылось. Распутина убили 17 декабря 1916 года. А 2 марта 1917-го, через три месяца, Николай II отрёкся от престола. Совпадение это или нет, установить уже невозможно. Апрель 1911 года. Однажды поздним вечером, когда Николай II уже собирался отдыхать, в его кабинет вошёл премьер-министр Пётр Столыпин и молча положил на стол. В папке были донесения секретных агентов. Николай II погрузился в чтение. Через полчаса, перевернув последнюю страницу, он медленно закрыл папку, подошёл к секретеру, вынул фляжку, спрятанную от императрицы, которая не одобряла его увлечения спиртным, и сделал несколько крупных глотков. Донесения агентов повергли императора в шок. Из них следовало, что почти каждый вечер Распутин, человек, которого при дворе было принято считать святым старцем, целителем и правительством, устраивал дикие оргии. Вино текло рекой. Он дрался и скандалил. Оскорблял весь высший свет и даже представителей монаршей власти. Уединялся с женщиной, принуждая их к сожительству в извращённых формах. Но самое страшное было то, что агенты подтверждали слух. Любовницами этого святого старца были не только женщины из петербургской богемы, но и фрейлина. Ближайшая помощница и доверенное лицо императрицы Александры Фёдоровны. Когда ему удаётся войти в круг царского двора, он начинает обхаживать разных женщин. Например, фрейлину царицы, императрицы Вырубову, саму императрицу. Как это ему удаётся делать? Он потихонечку начинает женщин приучать к себе. Приучает потихонечку. И когда говорит, я не знаю, что мне делать, у него такой экстаз начинается. Я не знаю, что мне делать. Во мне Бог говорит, чтобы я вас любил. Я не знаю, как это делать. Я вас любить хочу. Я же такой несчастный. И не знаю, что делать. Он начинал расстёгивать брюки, показывать половые органы. Это в газетах зарегистрировано. Действительно, слухи о безобразном поведении, пьянстве и беспорядочных связях Григория Распутина навсегда войдут в историю. Будут обрастать всё новыми, жуткими подробностями, и в них никто уже не станет сомневаться. Но когда через несколько лет большевики, чтобы окончательно дискредитировать царскую семью, возьмутся заполучить доказательства только лишь одного факта, миф о распутном Распутине неожиданно рухнет. Это одна из немногих уцелевших фотографий фрейлины Анны Вырубовой. Той самой фрейлины, которая считалась доказанной любовницей Распутина. Анна Вырубова была вхожа в императорскую семью, знала все придворные тайны и зачастую сама была эпицентром громких скандалов и закулисных интриг. Но самое главное, именно она, Анна Вырубова, на протяжении многих лет тайком приводила в Зимний дворец Григория Распутина. В 1917 году, сразу после Октябрьской революции, Вырубову арестовали. Большевики пытались доказать ее интимную связь с Григорием Распутиным, чтобы потом на весь мир рассказать о любовных приключениях придворных российского императора. Но после осмотра врача выяснилось, что фрейлина императрица в свои неполные 33 года – девственница. Осмотр Вырубовой проводился 15 раз. И всякий раз врачи подтверждали одно и то же. С этой точки зрения Вырубова была очень удобной мишенью, потому что она, оболгав Вырубову, можно было сказать, до какой низости пал режим, до какой низости пал царский дом, если ближайшая подруга царицы такая развратная женщина, если царь окружен всякой был гнилью, всякой чернью. Это был еще один лишний довод в такой антимонархической пропаганде для большевиков. В 1920 году Анне Вырубовой удалось сбежать из большевистской России в Финляндию. Там она постриглась в монахине и провела остаток своей жизни в монастыре. Только раз она решилась всем рассказать о том, что на самом деле в последние годы происходило в Зимнем дворце. За несколько лет до смерти она опубликовала свои мемуары, где призналась, что почти все дамы высшего света и даже императрица были действительно влюблены в мужика из Сибири, Распутина. Правда, лишь платонически. Ведь он был настоящим святым, целителем и провидцем. Дамы из высшего общества, дамы скучающие. Идея вот этих платонических отношений, или когда они видели в нем действительно вот какого-то человека, который способен развеять их тоску, печаль и облегчить страдания, и еще при этом придать некий такой рез скандальности, может быть, да, который ни одной приличной женщине тоже не повредит. Вот. Таким образом они его использовали. Возможно, это действительно так. Но тогда как быть с донесениями жандармерии, которые приносил Столыпин Николаю II? Выходят все это выдумки? Нет. Распутин не был святым в обычном понимании этого слова. Он и пил, и дебоширил. И последними словами обзывал высший свет, невзирая на лица. Но потом вдруг уходил в монастырь, чтобы по многу часов молиться. Так где же он был настоящим? По мнению исследователей жизни Распутина, он действительно был мощным экстрасенсом и обладал даром целительства. Многих людей он лечил от болезней, простой молитвой. То есть выражаясь современным языком, внушением, гипнозом и воздействием биополя. У Распутина был такой прием. Он приходил к министру, садился напротив него и начинал на него пристально глядеть. Ничего не говоря. Очевидно, тренирую свои гипнотические способности. Но амбиции Распутина-целителя, видимо, простирались гораздо дальше физических недугов. Он хотел лечить и болезни нравственные. Возможно, именно поэтому он повторял много раз «Добрых людей я лечу добром, а грешников – грехом». То, что петербургское общество начала века было нравственно разложено до невообразимых пределов общеизвестных. Кокаин и спиритические сеансы. Гомосексуализм и растление малолетних. Все это было почти нормой для эпохи Серебряного века. Некоторые придворные дамы официально заводили любовников. А среди многих дворян считалось дурным тоном не иметь хотя бы одной содержанки. Григорий Распутин, если и был похабником и распутником, то уж, конечно, не первым. При том, что едва ли можно считать, что в Петрограде жили одни святые, отцы, которые поражали всех своим благочестием и правильной жизнью, тем не менее поведение Распутина казалось выпиющим. А ведь на самом деле Распутин уникален тем, что он не просто пьет и гуляет. Он при этом черчейно экзотичен. Ведь он оказывается в великосоветском окружении, в своем крестьянском рубище, со своим крестьянским языком, со своими навыками, привычками, со своим невежеством, неграмотностью. Но он оказывается там, как, в общем, белый ворон. Так чем же было показное распутство Распутина? В современной психиатрии есть термин – шоковая терапия. Самый простой пример такой терапии – кодирование от алкоголизма. Это когда пациенту вначале дают выпить, а затем вводят препарат, который вызывает отвращение к спиртному. Вот выдержка из воспоминаний графа Воронцова. В те годы молодого повеса и участника самых безобразных путежей. Старец настолько был отвратителен, а люди, окружавшие его, вдруг вызывали у меня такое отвращение, что я однажды, вырвавшись из рук хохочущей толпы, полуодетых мужчин и женщин, бежал в морозную ночь и дал себе за рог никогда не брать больше спиртного в рот и порвать с пустой и бесполезной юностью. 10 января 1869 года. Сибирь. Село Покровское Тобольское губернии. Вот здесь, в этом доме, в семье конюха Ефима Алексеевича Распутина, родился сын. Мальчика назвали Григорием. В детстве ребенок очень часто болел и поражал всех своим тяжелым пронизывающим взглядом. То, что он был отмечен печатью необычности, это несомненно. Вот у отца и матери Распутина до него родились пятеро детей, которые умерли. Он был шестым ребенком в их семье, но первым, который остался жив. И вот я думаю, что вот вся та энергия, которая ушла вместе с теми детьми, или которая должна была явиться на свет с теми детьми, она перепала ему. В 1879 год историки называют переломным в жизни Распутина. Внезапно, в середине лета, от воспаления легких умирает брат Распутина Михаил. Для десятилетнего Григория это становится настоящим ударом. С тех пор самого Распутина как будто подменил. Он стал замкнутым и молчалюдным. Но самое главное, у него неожиданно появились сверхъестественные способности. Он мог одним лишь прикосновением вылечить хромоту, заикание и даже бесплодие. На самом деле, наверное, вот именно с этого периода можно с достоверностью, ну или вот можно как бы с большим доверием, да, относиться к свидетельствам о том, что он лечит наложением рук, но не только, кстати, он активно использует и народную медицину. Слух о чудодейственной силе маленького Распутина тут же пронесся по всему селу. На лечении к нему каждый день выстраивалась огромная очередь. Но это еще не все. Мальчик-целитель вдруг начал видеть будущее. В сентябре 1880 года Григорий Распутин безошибочно предсказал страшную засуху и пожары. Он в какой-то момент в таком экстатическом трансе бродил по селу, да, там, потрясал руками и приставал ко всем мужикам. Помолитесь, мужики, помолитесь, а то, значит, вот худо будет, как многие еродивые, да. А потом, вот, опять же, как это часто бывает после такого экстаза, где-то по заборам свалился и два дня проспал. И когда пришел в себя, мужики пришли и говорят, прав ты был, да, вот пол села сожглось. Вот явно помолиться нам было надо. И тут случилось невероятное. Мальчик, которого вся округа считала святым, а весть о невероятных способностях, которого уже донеслась до столицы, неожиданно изменился. Из юноши со сверхъестественными способностями он превратился в пьяницу и дебошира. Каждый вечер он просиживал в кабаках, дрался и соблазнял деревенских красавиц. Казалось, все кончено. Дар исчез навсегда. Но когда Распутина исполнилось 18, он вдруг решил стать странником. Собрав котомку, он отправился в Грецию, на святую гору Афон. Он стал совершать паломничество по святым обителям. И ощутился в некий дар. Дар врачевания и дар предсказания. Причем надо понимать, что такое паломничество всех услуг. Просто крестьянин пешком, тысяча верст идет, ни чековой книжки, ни ол инклюзив, ничего нет, понимаете. Голодал, травой питался. Это был подвиг своего рода. Спустя два года Распутин вернулся в родное село. Он больше не пил и не соблазнял женщин. Он начал проповедовать православие и лечить. Скоро слух о человеке, исцеляющем все болезни, дошел до столицы. Распутина пригласили в Санкт-Петербург. В то время русская православная церковь находилась в полном упадке. И ей, как воздух, были необходимы святые старцы и чудеса. Григорий Распутин из глухой сибирской деревни, пешком с котомкой посетивший многие святые места, лучше других подходил на роль исцеляющего юродивого. 1903 год. Григорий Распутин приезжает в Санкт-Петербург. Его принимает сам настоятель Андреевского собора в Кронштадте, член Союза Русского Синода и будущий святой Иоанн Кронштадтский. После такого для Распутина открываются двери лучших домов Санкт-Петербурга. Там он начинает предсказывать и лечить. В 1905 году на приеме у княгини милиции Романовой, племянницы императора, Распутин знакомится с Николаем II. Николай принял Распутина таким, как он есть. Грязного, с нестриженными ногтями, с грязной бородой, не расчесанной гривой волос, ходящего пешком, без обуви, босиком, поэтому с грязными ногами, то есть неопрятного человека, которого трудно вообразить вообще в чистой, обставленной комнате, не говоря уже о царском дворце. И тем не менее, Николай принял Распутина таким, какой тот был, и целиком попал в зависимость, психологическую зависимость и от него. Советские историки утверждали, завоевать любовь и доверие семье императора Распутину помог обычный обман. Он подпилил в спальне царевича люстру, а потом предупредил, что в этой комнате ребенок может погибнуть. Спустя несколько дней люстра в спальне рухнула. Царевич, которому после пророчеств Распутина запретили туда заходить, остался в жиле. С этого дня Распутин для императрицы Александры Федоровны стал настоящим святым и провинцем. Так выглядела официальная версия. Но многие исследователи утверждают, на самом деле версия с подпилом придумана позже, со слов военного министра Владимира Сухомлинова, который возненавидел Распутина за то, что тот раскрыл императору Николаю II глаза на его растраты и воровство. А вот то, что Распутин лечил царевича, это исторический факт. Как и то, что это лечение наследнику русского престола действительно помогало. Единственный сын Николая II, царевич Алексей, был болен гемофилией. От нее он мог погибнуть в любой момент. Ведь эта болезнь приводила к тому, что малейшая рана или ссадина могли вызвать сильнейшие кровотечения. Гемофилию ничем нельзя вылечить, никакими лекарствами. Человек, у которого есть эта болезнь, обречен, ну, самое позднее, в 15-20 лет умереть. Что бы с ним ни делали. Потому что его нужно держать буквально всю жизнь в ватном коконе. Это невероятно. Но любое начавшееся кровотечение маленького царевича Распутин всегда останавливает. Причем без всяких медикаментов и лекарственных средств. Гемофилия – это действительно страшная болезнь, которая в любой момент может привести к смерти. То есть ребенок ходил все время по лезвию. И свидетельствует тому тьма, что именно Распутин, иногда даже одной молитвой по телеграмме, не будучи рядом с наследником, кровотечение останавливал. Как Распутину удавалось помогать неизлечимому царевичу? Ведь даже сегодня помочь гемофиликам не всегда удается. Некоторые исследователи утверждают, что Распутин обладал невероятно мощным биополем, которое, воздействуя на раны и гематомы, заставляло их очень быстро затягиваться и заживаться. Вот, собственно, корень всей истории. Понимаете, больной ребенок, медицина бессильна, единственная, кто спасает, это вот Григорий Распутин и любая мать, даже если не царица, уверовала бы в силу этого человека и, как говорят, стала бы им восхищаться и уважать. Правильно? В 1912 году в царском селе произошел и вовсе невероятный случай. Григорий Распутин спас маленького наследника российской короны от неминуемой смерти. Тогда царевич Алексей, катаясь на лодке, сильно ударился головой о борт и впал в тяжелую полку. Придворные лекари, осмотрев его, лишь развели руками, сказав, что медицина здесь просто бессильна. И тогда для спасения сына императрица Александра Федоровна позвала Распутина в Зимний дворец. После того, как Распутин прочитал несколько молитв, мальчик пришел в сознание. Он творил чудо. И царевич буквально из лап смерти вытаскивал несколько раз. Если учесть, что речь шла не просто о больном мальчике, а речь шла о наследнике престола, то государы, не государь, они увидели в этом промысел Божий. Потому что царевич должен был наследовать корону Российской империи и быть самодержественным всероссийским. 16 декабря 1916 года. Петроград. К дому номер 64 на Гороховой улице подъезжает автомобиль князя Феликса Юсупова. Князь выходит из машины, поднимается на третий этаж, звонит в дверь. Ему открывает сам Григорий Распутин. Прямо с порога князь Юсупов начинает просить у Распутина помочь его супруге Ирине, которая в тот день якобы мучилась от сильной мигрени. Распутин с радостью согласился. Уже через 15 минут Григорий Распутин будет во дворце Юсупова на набережной реки Мойки. Позже станет известно, никакой мигренью в тот вечер Ирина Юсупова не страдала. Ее вообще не было во дворце. А история, придуманная Юсуповым, была всего лишь приманкой. Вместо больной княгини во дворце прятались заговорщики. Великий князь Дмитрий Палч, военный врач Лазоверт и депутат Государственной Думы Пуришкевич. Владимир Дмитриевич Пуришкевич, крайне правый член Государственной Думы, участвует в убийстве Распутина. Он считает, что спасает царскую семью. Дмитрий Палыч, представитель династии Романовых. И связан непосредственно с семьей Романовых, так как женат на представительниц этого дома Феликс Феликсович Юсупов. Просто богатейший человек России того времени. Разные очень люди, разные очень персонажи, с разными совершенно мотивациями. К приезду Распутина во дворец у заговорщиков все было готово. Они заранее накрыли праздничный стол и приготовили для него любимые лакомства. Пирожные со сливочным кремом и модерру. Все это было напичкано смертельной дозой самого сильного яда, цианистого коня. Пока Григорий Распутин ждал, когда его примет больная княжна, Феликс Юсупов вел с ним задушевные разговоры, постоянно подливая в бокал отравленного вина. Эту бутылку вина Распутин выпил до дна. Но даже после этого ему не стало плохо. Он лишь начал жаловаться на неприятные першения в горле. К ужасу заговорщиков, смертельный яд на Распутина совсем не подействовал. Оказался очень сильный организм у Распутина. Но бывают такие мощные люди, которых сразу мало что берет. Ведь в него впихнули, грубо говоря, пирожные с ядом. И тогда князь Феликс Юсупов, улучив удобный момент, выстрелил. Есть такая интересная деталь. Значит, Юсупов пишет о том, что Распутин перед тем, как Юсупов в него стрелял, Распутин подошел к стенке или какому-то столу и взял в руки распятие. И стал его рассматривать. Он говорит о том, что он специально подвел Распутина к этому распятию, потому что он, Юсупов, был убежден в том, что Распутин настолько демонически сильный персонаж, что просто так в него стрелять бессмысленно. А вот если у него в руках окажется распятие, тогда с божьей помощью Распутина можно будет убить. Вот эта деталь, на мой взгляд, вполне правдоподобная. Так могло быть. После жестокой расправы все заговорщики поднялись на второй этаж обсудить, куда спрятать тело. Как вдруг услышали, что громко стукнула входная дверь и залаяли собаки за воротами. Когда все они выбежали во двор, то просто остолбенили от изумления. Убитый Распутин не только ожил. Он трусцой бежал к парадным воротам, а потом, не сумев их открыть, начал пытаться перелезть через забор. Только тогда все заговорщики разом ринулись за Распутиным, на бегу стреляя ему в спину. Уже через 10 минут военный врач лозоверт, принимавший участие в заговоре, осмотрел тело и подтвердил, что на этот раз Распутин убит окончательно. Но спустя несколько дней выяснится, что профессиональный врач с многолетним стажем ошибся. Распутин в тот момент был все еще жив. 15 пулевых ранений и смертельная доза яда не убили. Распутин продолжал жить даже тогда, когда заговорщики сбросили его, связанного по рукам и ногам, в прорубь не убили. Когда выловили брошенный в него труп, оказалось, что он в конечном итоге утонул, то есть не столько умер от пуль, от ран огнестрельных, сколько захлебнулся в воде. То есть настолько был живуч организм, что, как говорится, пули его не брали. Ну вот, бывает, всаживают несколько пуль, но не задели жизненно важных органов. Поэтому не убили его. Они не были все раной смертельными. И он просто захлебнулся в неверну. Почему на Распутина не подействовал яд? Почему даже после десятков выстрелов с близкого расстояния он остался в живых? Некоторые эксперты считают, причина, по которой цианистый калий не подействовал на Распутина, вполне объяснена. Сегодня научно доказано, цианистый калий не растворяется в алкоголе. Более того, нейтрализатором этого яда является сахар. А отравленные пирожные, напичканные ядом, почти целиком состояли из сладкого крема. Выходит, вместе с ядом Распутин тут же съел и противоядие. Несмертельными оказались и все выстрелы заговорщиков. Просто потому, что они плохо стреляли. И ни один из выстрелов не задел жизненно важных органов. Почему его долго не могли убить? Потому что непрофессиональные убийцы промахнулись, не с такой что-то изменило траекторию, рука дрогнула, да все, все что угодно может быть, потому что совсем же молодые люди практически в этом участвовали. Потом выяснилось, что доктор Лазоверт немножко ошибся. Яд, который он предложил в соединении со сладким пирожным практически не действует. Быть может, это и так. Но ведь Распутин принял такую дозу смертельного яда, что для его нейтрализации понадобилось бы съесть как минимум несколько тонн сладких пирожных. К тому же, даже если все выстрелы были и не смертельными, то почему Распутин не умер от кровопотери. Ведь у него было выпущено целых 16 пуль. Ответить на все эти вопросы сегодня, спустя почти 100 лет со дня убийства Распутина практически невозможно. Ведь останков не сохранилось. По приказу Временного правительства могилу Распутина, похороненного в Александровском парке царского села, вскрыли. Тело вытащили и сожгли в топке парового котла Политехнического института. Представители новой власти позаботились и о том, чтобы не сохранился даже прах Григория Распутина. Пепел развеет. Его выкопали из могилы, осквернили гроб, повезли, сожгли там на Пискаревском шоссе, на Выборгском шоссе Пискаревке. Но кому и главное, почему Распутин так мешал даже после своей смерти? Зачем понадобилось заметать следы уже после отречения Николая? Историки уверены, возможно, это было нужно только потому, что в деле об убийстве был иностранный след. И этот след нужно было уничтожить. В подтверждение своих слов историки приводят вот эту фотографию. Это лицо убитого. Четко видно, что у Распутина пулевое ранение в лоб. Но ни Юсупов, ни его подельники в лоб не стреляли. Они стреляли в спину убегающего Распутина. О том, кто же стрелял Распутина в лоб станет известно лишь в 2004 году, когда британская разведка Ми-6 рассекретит новые данные. Тогда отставной следователь Скотт Лонгьярда Ричард Каллен сделает сенсационное заявление. Григорий Распутин погиб от британской пули и выпустил ее разведчик Освальд Рейнер. На сегодня это абсолютно документально установлено, не подлежит никакому сомнению. Этим человеком был английский резидент, английский разведчик Освальд Рейнер. Он был действительно профессиональный киллер. И последнюю пулю в лоб Распутину, этот самый контрольный выстрел, всадил именно Освальд Рейнер. Зачем он это сделал? Англичане всерьез опасались того, что Россия может выйти из Первой мировой войны и заключить сепаратный мир с немцами. Сегодня историки не сомневаются. Убийство Распутина именно был заказчиком убийства невозможно. Потому что смерти этого пророка жаждали все. И родственники царя, и придворные, и иностранные разведки. Князь Феликс Юсупов, это действительно вы убили Распутина? Да. Это первое и единственное интервью человека, участвовавшего в убийстве Распутина, князя Феликс Юсупова. О своем преступлении он молчал ровно полвека. Даже среди членов его семьи эта тема была запрета. Но в 1966 году, ровно за год до смерти, Феликс Юсупов наконец решил показать свое лицо публике и признаться. Это действительно он убил Распутина. Князь, сейчас на склоне вашей жизни. Какие чувства вы испытываете, когда вспоминаете о Распутине? Отвращение. Это все, что князь Юсупов сказал об убийстве Распутина. Через год в сентябре 1967 года он скончался. В последний путь аристократа провожала его жена, племянница последнего императора России Ирина Александровна. Так кем же был Распутин? Шарлатаном и скандалистом или великим провидцем и целителем? Внучка Распутина в последнем интервью утверждала, что ее дед что-то записывал на листочках бумаги. Возможно, это был дневник. А может, предсказания, которые свет еще не видел. Есть все основания полагать, что неизвестные записи Распутина до сих пор хранятся в архивах британской разведки. Так что исповедь падшего ангела Григория Распутина еще не окончена. Редактор субтитров А.Семкин